МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Тарасюк о героях и наградах. Без перемен ли на Западном фронте или Запад что-то задумал и проводит маневры вблизи наших границ? Четкий ответ на этот вопрос всегда должен знать уже генерал-майор Владимир Белый. Он командует войсками Западного оперативного командования, штаб в Гродно. К командованию пошел 1982 год. Оно считается правоприемником 28-й краснознаменной общевойсковой армии. На счету ее солдат немало героических боев в годы Великой Отечественной. Они сражались за Родину и за Сталинград. Такая история доблести и чести – пример для современных защитников белорусских рубежей. Мы, как никто другой, чувствуем вот эту сложность обстановки, потому что мы находимся на западном рубеже. Все соединения воинских частей боеготовы, способны выполнить поставленные перед нами задачи. Это хорошо знает любой, тот, кто находится по ту сторону от границы. Наши военнослужащие, когда выбирали свою профессию, ни разу не ошиблись в этом. Когда ты выбираешь профессию военнослужащего, ты готов в том числе пожертвовать своей жизнью для защиты своего народа и своего отечества. И когда такие слова говорят люди в погонах, то и для гражданских они звучат серьезно. Иначе и быть не может, особенно если учитывать историю мирового противостояния, который напомнил в деталях главнокомандующий на совещании с силовым блоком в начале недели. Самые ожесточенные походы шли из запада на восток и с позором откатывались в обратную сторону. Гибли миллионы людей, а все из-за надуманных поводов навязывания чужих стандартов и военных амбиций. Так было, но так не должно быть в будущем. А для этого многие средства хороши. И речь не о ПВО или ТЯО, важен диалог даже с теми, кто говорит на натовском языке. И за такие контакты во многом отвечает Валерий Ревенко, теперь тоже генерал-майор. Его сфера ответственности – международное военное сотрудничество. Продвижение интересов Республики Беларусь – это поиск партнеров и союзников, чем мы сегодня занимаемся. С другой стороны, это поиск компромиссов с западными государствами, это контакты с представителями западных государств для того, чтобы снизить напряженность вокруг нашего государства. Работа ведется очень серьезно. Поэтому расслабляться некогда. Как, впрочем, всем людям в погонах, которые сегодня были приглашены во Дворец независимости. Ведь они делают все, чтобы сохранить мирное небо. Так об участниках церемонии скажет главнокомандующий. Это лучшие из лучших. И они достойны высоких государственных наград и высших воинских званий в День защитников Отечества. За боевые заслуги в мирное время. И мирным для нас оно остается, потому что наши воины стоят сегодня на пути реального врага, как преграда. Стоят непреодолимой стеной, своевременно выявляя и задерживая диверсантов, проводя разминирование взрывных устройств. У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни. Перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия, боеприпасов. Пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб. Наш народ спит спокойно, потому что в боевых операциях, порой с риском для жизни, участвуют и офицеры, и генералы. Президент поблагодарил за службу. Гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. Результат работы тех, кто стоял сегодня плечом к плечу в этом зале, и тех белорусов, кто на местах с честью выполняет свой долг. Александр Лукашенко в такой символичный день обратился ко всем, кто выбрал благородную профессию – родину защищать. Ведь они и наша защита, и ориентир. На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси. И речь не только о готовности встать на ее защиту с оружием в руках, не допустить втягивания страны в конфликт. Сегодня как никогда важно ваше участие в воспитании подрастающего поколения. Вы – живой пример этому поколению. Кто, если не вы, должен стать примером исключительной преданности Отечеству? Кто, если не вы, можете быть примером мужества и доблести? Примером, который воспитывает без слов. Ведь как бы не развивалось современное технологическое направление и современные технологии, как бы не совершенствовали средства ведения боя, без стойкости и крепости, духа воина нет и не может быть побед. Опять, как всегда, в центре внимания человека. И без этих качеств крепости и стойкости духа явно не стать генерал-майором. Президент торжественно вручил новые погоны Владимиру Белому, Сергею Лагудюку, Валерию Ревенко, Андрею Паршину. А вот наградой Орденом за службу Родине третьей степени были удостоены представители разных структур. Среди них – заместитель государственного секретаря Совета безопасности генерал-майор Александр Неверовский. Награды есть и у трех полковников, в том числе профессионалов и Следственного комитета. Это значимая, достойная награда для меня. Она очень серьезная, поскольку глава государства оценил не только труд меня лично, но и труд всего моего коллектива. Тех сотрудников, которые бок о бок идут со мной плечом к плечу в ежедневных трудовых буднях. А трудятся в таких коллективах, носят погоны, мундиры и представительницы прекрасного пола. Так получилось, что в этом зале сегодня награждали лишь мужчин. Но, судя по всему, Александр Лукашенко поставил точку в споре, чей сегодня день и каким защитникам его праздновать. Мы поздравляем сегодня всех, кто носит погоны. Это значит, что это не только мужской праздник. Он уже стал всенародным женским, мужским праздником, потому что очень много наших добрых женщин, доблестных, носят сегодня погоны военнослужащего. Поэтому еще раз с этим всенародным, светлым праздником хочу вас поздравить. Ведь все делают общее дело, обеспечивают национальную безопасность. Просто кто-то в штабе, кто-то под открытым небом, а кто-то и под прикрытием в стане врага. Все для того, чтобы мирное белорусское небо ничто не могло омрачить. Пограничные столбы оставались неприступной преградой, а сон гражданских был безмятежным. Наталья Тарасюк, Александр Зонов, Александр Автухов. Наши новости. В этот день мы чтим памяти тех, кто в годы Великой Отечественной отдал жизнь за наше мирное небо. У Стелы Минск город-герой сотни людей. Венки к подножию в знак благодарности поколению победителей. Особый символизм в том, что 24-й – это год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. У меня династия военных, потому что папа военный, дедушка военный, дядя военный, все военные. Я пошел по стопам и отдаю долг родине, который должен, по сути, отдать каждый мужчина. Гордость за наших дедов. Для всех военнослужащих, которые сейчас служат, это пример, настоящий пример, как надо защищать свою родину и любить ее. Папа служил, прадедушка дошел до Берлина. Большое им спасибо за то, что мы все живы, что у нас все так замечательно. Все мы несем ответственность за то, чтобы мы все поддерживали этот мир на планете. Особый праздник. Так получилось, что в годы испытаний, в годы трудных моментов жизни, народ всегда сплачивался с армией. И армия становилась истинно народной. И эту армию никогда невозможно было победить. Мы помним подвиг наших дедов, мы помним подвиг наших отцов. И именно поэтому сейчас мы говорим о том, что необходимо сплотить общество. Акции, минуты молчания, возложения по всей стране ветеранов и сотрудников вооруженных сил с праздником поздравил президент. Глава государства подписал указ о награждении Орденом Матери. Награду получат 186 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей, а также Минска. Четвертый день досрочного голосования завершился. И только что Центр избирком обнародовал результаты. Своё право на участие в выборах реализовали более 33% избирателей. Активно голосуют в Гомельской области. На участки пришли уже более 40% избирателей. Высокая явка на досрочном голосовании для нашей страны традиционна. За процессом следят наблюдатели. ЦИК аккредитовал 294 международных и 238 от СНГ. Работают наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. Есть и представители Евросоюза. В Центр избирком не поступала информация о серьезных нарушениях во время голосования. В Центральной избирательной комиссии работает колл-центр. И в период досрочного голосования ежедневно поступают более сотни звонков от граждан. Но граждане в основном интересуются, где находится участок для голосования, в какое время происходит голосование, где еще проходят встречи с кандидатами в депутаты. То есть эти обращения носят информативно-разъяснительный характер. Информации о нарушении не поступают. Проголосовать досрочно можно еще завтра с полудня. В единый день голосования в воскресенье участки работают с 8 утра и до 8 вечера. Белорусы изберут 110 депутатов Палаты представителей и более 12 тысяч в местные советы. Это выбор, который определяет будущее. Уже, можно говорить, явка довольно высокая. Не только в крупных городах. Электоральную активность проявляют и жители малых населенных пунктов. А сегодня на участках многих встречали поздравлениями. И не только с Днем защитников Отечества. В Гродно на 119-м участке сегодня устроили День защитников Отечества. Всех мужчин встречали музыкой. В холле духовой оркестр рядом с комиссией песни военных лет. Также каждому в подарок за активную гражданскую позицию пряник символикой этих выборов. Этот участок всегда в топе самых креативных в городе. Расположен в музыкальном колледже. Молодежь каждый раз старается удивить избирателей приятными сюрпризами и поднять настроение. Сегодня это особенно актуально. В Гродно весь день шел дождь. Ну, конечно, такого не ожидал. Спасибо организаторам, кто этим занимается. Шел сознательно, чтобы не откладывать на воскресенье. Потому что здесь будут очереди, конечно, большие. Решил сегодня отдать свой долг. За тех, кто за нас будет готовить документы, подписывать, принимать решения, чтобы вы жили счастливо, счастливо, под мирным небом. Чтобы все у нас было хорошо в жизни. Для нас это не только приятно, но и почетно. Встречать наши граждане, которые идут голосовать, особенно сегодня, в День защитника Отечества, и таким прекрасным музыкальным подарком, как прощание славянка. Люди приходят с большим настроением, неожиданно для них. И получается, как еще большим воодушеванием идут. С поздравлений этот день начали и в буйничах. В стране от своего будущего не остались. Эти парни и девушки голосуют впервые. И памятные о подарке получил каждый. В агрогородке молодежи много. Большинство учащиеся местного агролесотехнического колледжа. Одних новичков в электоральной компании 150. В основном голосуют досрочно. И на этот счет у молодых избирателей свой прагматичный подход. У нас в группе 25 человек. И в основном все голосуют впервые. Голосуем досрочно, так как в воскресенье, выходной день. Хочется отдохнуть, получить какие-то уроки. Но и оставаться в стороне молодежь тоже не должна, потому что это их выбор для своего же будущего. Как же я могла остаться в стороне, если в этом году мне исполнилось 18 лет. И я пришла для того, чтобы впервые отдать свой голос, проголосовать. И я считаю, что так должен сделать каждый. Участок для голосования номер 33 расположился в местной школе искусств. Вокал, хореография, актерское мастерство. Свыше тысячи учащихся и своими талантами с удовольствием делятся с избирателями. Самая популярная площадка у сельчан – мастер-класс по изобразительному искусству. Рисуют главные государственные символы нашей страны. Приезжали к нам в учебное заведение, ознакомились со своими программами, говорили о преимуществах, о том, что они могут сделать, ну, в первую очередь, для жителей агрогородка. На этом месте должен быть человек, который решать будет житейские проблемы простых жителей, к которому можно обратиться по какому-то, может быть, не совсем важному вопросу, но важному для одного человека. Из 1300 зарегистрированных избирателей на этом участке досрочно проголосовали уже более 400 человек. Запросы у жителей малых населённых пунктов к будущим депутатам простые – дороги, благоустройство, уличное освещение. Хорошо наших избирателей знаем, много с ним общаемся. Все приходят на голосование спокойно, с хорошим настроением, исполняют свой гражданский долг. Люди ответственные, отзывчивые. Сегодня мы наблюдали, очень много пожилых людей пришли, проголосовали, что радует. Это говорит о том, что ещё и в таком возрасте у людей гражданская позиция. Всего жителям Могилёвщины предстоит избрать 1804 депутата всех уровней Советов. За три дня досрочного голосования с выбором уже успели определиться около 30% избирателей. В нашей области свою работу начали 661 участково-избирательная комиссия. Ещё 32 участково-избирательные комиссии начнут свою работу в единый день голосования 25 февраля. Это участковые комиссии, которые созданы при больницах, при домах, отдыхах и санаториях и в местах временного пребывания наших граждан. Представители трудовых коллективов, политических партий, общественных объединений и просто небезразличные люди. Только на Могилёвщине свыше 5000 национальных наблюдателей аккредитованы для работы на выборах. Интерес к местной электоральной кампании проявляют и международные эксперты. Их активность ожидаемо увеличится в день единого голосования. К своему выбору белорусы подходят ответственно и такой же активной гражданской позиции ждут в ответ. Уже совсем скоро у будущих народных избранников появится возможность этот кредит доверия оправдать. Ирина Недобоева, Надежда Завиновская, Александр Божуков и Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ. На участки белорусы приходят, уже сделав осознанный выбор. В кабине всего несколько минут, потому что заранее изучают программы кандидатов. Досрочно сегодня свой выбор сделал и премьер-министр Роман Головченко. В общении с журналистами признался, что от будущих депутатов ожидает активной и профессиональной работы. С принятием новой редакции Конституции роль парламента в законотворчестве и вообще в нормативном регулировании, мне кажется, серьезно усилилась. И правительство еженедельно вносит в парламент по несколько законов, новых изменений в законы. И, конечно, нам очень нужна своеобразная экспертиза парламента, потому что акты, которые мы вносим, затрагивают самые разные сферы деятельности и жизни нашего общества. Поэтому очень важно, чтобы они были выверены, чтобы мы не допустили каких-то ошибок, не пропустили какие-то нюансы. Именно депутаты помогают людям решать важные жизненные проблемы. Им доверяют. И когда вопросы справедливости не удается решить на местах, депутатский корпус взаимодействует с прокуратурой. Такая работа давняя и эффективная. Об этом заявил генпрокурор, который тоже пришел проголосовать досрочно. Мы оказываем всяческое содействие для того, чтобы совместными усилиями восстановить справедливость и обеспечить права и законы интереса наших граждан. Уверен, что будущий состав депутатов будет таким же конструктивным. Что касается моего видения идеального депутата, это должен быть человек, который любит свою страну, который любит своих людей, который государственник до мозга костей. И руководствуется только интересами, в первую очередь, простых граждан и нашего государства в целом. Который желает процветания нашей Беларуси. Андрей Швед подчеркнул, участие каждого избирателя в электоральной кампании важно. За результатами голосования судьбы не только избранных кандидатов, но и всего народа. В преддверии единого дня голосования глава ЦИКа приветствовал зарубежные миссии, которые присоединились к наблюдению за нашими выборами. Это представители России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Шанхайская организация сотрудничества. Все отмечают активность избирательного процесса и организацию на высоком уровне. Одно из самых явных наблюдений – это то, что в Беларуси созданы все условия, включая широкую информационную работу, чтобы люди шли на выборы и свободно выражали свою волю. В оценке, заверили наблюдатели, они придерживаются объективности. Многим интересен белорусский опыт проведения выборов. Наши двери открыты. Миссии могут сами выбирать участки для посещения. Отмечаются высокий интерес населения к досрочному голосованию и преимущества единого дня голосования. Применение единого дня голосования в России тоже достаточно давно. Удобно и с точки зрения для организаторов выборов, и с точки зрения участников партийных или одномандатных округов. И для избирателей это удобно. Каждая страна имеет право работать в рамках тех стандартов, тех технологий, которые имеют традицию или которые востребованы временем. Мне кажется, применение единого дня голосования и участие избирателей, и опыт Центральной избирательной комиссии дадут ответ на вопрос, как. Мне кажется, приживется. Миссия наблюдателей ШОС не вмешивается во внутренние дела, сохраняет принцип политической нейтральности, объективности, беспристрастности. И это соответствует одной из основополагающих задач ШОС. Это обеспечение прав и свобод человека с учетом требований национального законодательства каждого государства члена. Поэтому в нашей миссии в этот раз присутствуют или участвуют, работают представители практически всех государств-членов. Численность миссии составила 20 человек. И со вчерашнего дня все члены миссии уже прибыли в Минск. Представители зарубежных миссий также возложили цветы к монументу в центре Минска в память о тех, кто отдал жизнь за независимость и безопасность страны. Байден и не только про тех, чье обострение наступило еще до весны, в рубрике «Лавров за гранью» в эфире сразу после наших новостей. Взять хотя бы эту неделю, когда сначала мир удивила одна республиканка, Ники Хейли, когда сказала, что только она и сможет побороться за место в Белом доме со всей демократической партией. А потом от вопросов пола в США перешли крыши, какая у Байдена, как считает уже большинство даже там, уже потекла. Так что американская дипломатия отныне полное оно. В смысле, теперь и официально. Позитивненького среднего рода. А вот вопрос первый в том, если нас нет, или мы настолько ничего из себя не представляем, то чего ж литовским властям так боятся, что простые литовцы нашу жизнь не только по их телевизору и в Ютубе увидят. Я, Лавров, предлагаю таки, да, обсудить у нас с вами тут, в нашей традиционной международной рубрике «Лавров за гранью», что же в самом конце зимы на самом деле случалось у них там. В развитии совещания с Авмином президент подписал указ о финансовом оздоровлении двух строительных организаций. Это Гродно Промстрой и Строительный трест номер 8. Обе в системе Минстроя архитектуры. Вопрос обсуждался еще в январе, и тогда глава государства не подписал предложенный проект указа, потребовав жестко увязать поддержку с выполнением некоторых требований. И главное, они сами должны прилагать усилия, чтобы восстановить платежеспособность, увеличивать объемы подрядных работ. При невыполнении показателей господдержку прекратят. Персональная ответственность на руководителях организаций, министерстве и вице-премьере, который курирует отрасль. Практика, которая работает в Совете Республики, провели прямую телефонную линию с населением. Звонки спикеру поступали несколько часов. Обращения самые разные. Приватизация, трудоустройство, предпринимательская деятельность. В некоторых проблемах разобрались еще во время диалога. Такая практика давно показала свою эффективность. Только за прошлый год в таком формате приняли несколько сотен звонков. Были также встречи в трудовых коллективах, приемы граждан. За прошлый год в Совете Республики рассмотрели 7,5 тысяч обращений. Президента Зимбабве ждут в Минске. Детали предстоящего визита с главой африканского государства обсудил министр иностранных дел Беларуси. Он с визитом в Хараре. Наш президент там был в январе. Тогда договорились о сотрудничестве. А сейчас обсуждают реализацию. На встрече с главой Зимбабве Сергей Олейник подтвердил заинтересованность в развитии отношений. Проекты Зимбабве уже принесли результаты. С помощью Беларуси страна не только смогла выйти на самодостаточное производство пшеницы, но и впервые в истории поставила зерно на экспорт. Мы провели первое заседание совместной постоянной комиссии по сотрудничеству с Зимбабве, которая была создана по итогам договоренности, достигнутой в ходе визита президента Республики Беларусь в Зимбабве в январе прошлого года. Мы провели комплексный анализ хода реализации договоренностей, достигнутых лидерами наших двух стран. Мы проанализировали ход реализации совместных проектов, констатировали существенное движение вперед по многим направлениям, увеличение экспорта беларусской продукции, которая по итогам прошлого года составила 103%. Африканское государство заинтересовано в промышленной кооперации, в частности в поставках машинокомплектов беларусской техники и технологий, а также в совместной сборке. Есть интерес к общественному транспорту. Контракты обсудили на бизнес-форуме, договорились партнеры и о взаимной поддержке на международной арене. Кроме того, первой леди Зимбабве передали приглашение посетить международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Воскресенье 8 вечера. Выбрать общее будущее – право каждого. Выбираем депутатов всех уровней. Такой масштабной электоральной кампании в Беларуси еще не было. Кто о завтра подумал досрочно? Держим ухо вострой, ведь лязгают гусеницы. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны. И основания для опасения есть. Кто заказал милитаристский карнавал? Маски полностью сброшены. Это их агония. Как местные власти ставят Белодом на место? Самоуправство по-техасски расширяет границы. Мы просим наших губернаторов, чтобы они уже заставили Центр соблюдать закон, соблюдать наши права. В воскресенье, 8 вечера, наше время. Про выборы и не только. И в праздник символ беларусской государственности принимают гостей. Во Дворце независимости встречали сотрудников двух крупных предприятий. Интеграл и Агат системы управления. Одно, крупнейший производитель микроэлектроники, ему в этом году 55. А второе, лидер по созданию средств навигации, воздушных и наземных роботизированных платформ. Недавно отметила 60-летие. Многие из гостей здесь впервые. Сказать, что меня эмоции переполняют от посещения Дворца независимости, это ничего не сказать. На самом деле поражает масштаб, грандиозность данного строения. Очень, знаете, приятно по-настоящему окунуться в атмосферу этой площадки. Нет пафосности, нет золота, которого кажется, что должно быть тут. Нет. Но зато весь наш колорит, белорусский, я смотрю даже на пол, на все это, он присутствует. Что мне очень нравится. Очень понравилось здесь находиться, потому что очень интересно посмотреть, где работает наш президент, где принимаются такие важные решения для нашей страны, переговоры. По фасаду здания было понятно, что здесь что-то очень красивое. Гостям рассказали об истории создания Дворца независимости, показали знаменитые кабинеты. Экскурсии в самом центре страны стали уже традиционными. Для посетителей открыты все залы. Непобедимая сила духа в Минске традиционный в этот день забег настоящих мужчин. Дистанцию преодолели почти полтысячи человек. Их поддерживали родные и близкие. Среди активных болельщиков и наша съемочная группа. Пока одни говорят о зимней экипировке, другие оправданий не ищут. С голым торсом и в шортах настоящие мужчины готовы к любым испытаниям. Конечно, не холодно. Главное правильно размяться и правильно настроиться. Бег – это самый простой способ, получается, дофамин. Главное, что голова в тепле, правильно? Конечно, конечно. Вы часто зимой бегаете? В этом году только начал. Первый год. Отличное ощущение. Все очень хорошо. Кстати, бегать в таком виде раньше было правилом забега настоящих мужчин. Со временем от условностей решили отказаться. Старт проходит в седьмой раз. Зимой бегать сложнее, но погода накануне точно порадовала спортсменов. Потому и пришли даже заранее размяться. Надо, чтобы мышцы были разогреты. Это обязательно, я считаю. Новации этого года. Пейзаж о смене локаций для разнообразия просили сами участники. Старт в парке за Чижовка-ареной. Два, один, пять! Дистанция символическая. Три километра. На ней 400 участников. Количество слотов ограничено. Успели зарегистрироваться только самые мотивированные. В таком первый раз. Ну а так, люблю бегать, люблю спорт, люблю заниматься. Настроение замечательное, бодрое. Такое даже немножечко боевое. Бегут ради впечатлений, но по скорости так сразу и не скажешь. Исключительно мужской забег отличается от массового или тем более женского. В первую очередь темпом за этими мужчинами просто не угнаться. Как часто за вами бегают девушки? Вы не первая, скажем так. Не скромно, но с такой офис подготовка в первых рядах звучит правдоподобно. Бегут участники из всех регионов страны, а кто-то приехал совсем издалека. Сегодня праздник, да? Да, очень-очень. И вы приехали сюда специально, в Минск? Я в Минске на работе. Да, я в Минске красиво сегодня. Вот так весело и в приятной компании до старта добрались буквально за 10-15 минут. На финише всех ждут вот такие фирменные брутальные медали. Здесь по традиции название забега и такой брутальный галстук. Но она достается сегодня моему оператору. От девушки активная группа поддержки. Здесь мамы, сестры, жены провожали на дистанцию и встречали родных, пусть и символической, но победой. Самые главные подарки на 23-е и так далее. Новый год, все, что спортивное, вы все дали. С кроссовки уже подарили? Конечно, да. И даже на этом не все. Горячий чай и солдатская каша уже символ праздника. Мужчины сыты, сильны и защитить, если нужно, точно могут. Скоро на эту же дистанцию выйдут девушки. А в международный женский день на старте ожидают 500 красавиц. Дарья Ищадима, Владимир Казиятко. Наши новости ОНТ. Учат в школе, а с года качества и в музеях по всей стране. Первый урок нового формата состоялся в Минске, в одной из самых молодых институций. Она занимается сбором, изучением, хранением и демонстрацией наследия современного белорусского государства. Вот и тема премьерного занятия за пределами традиционного класса всегда актуальна. История совершается сегодня. Только в этот день в роли педагогов топовые чиновники Министерства образования и культуры. Самый умный союз крепили подписями в зале нашего основного закона. Александр Матяс, источник знаний. С чего начинается Родина? С картинки. И сегодня здесь старт экскурсии для поколения, рожденного после 90-го. Она не знает песню хит про дефицитные два кусочка колбаски. Очереди за самым необходимым в магазинах, а не в обменниках. Когда рассказываешь про кризис на моменты начала 90-х годов, про карточные, талонные системы, про все эти моменты, связанные с динаминацией того же белорусского рубля, как он менялся, какие были у нас номиналы, то, конечно, это у них вызывает порой даже какое-то легкое непонимание до момента, пока мы начнем это все объяснять. Педагогика и музейное дело, несколько разные дисциплины, разные направления. И приемы, при этом, которые применяются, также отличаются. Все-таки в музее больше акцент делается на предметный ряд. Экскурс в историю от того, как Белоруссия стала Белоруссией. В этом году 30 лет со дня первых президентских выборов. Банкноты «Зайчики», «Агроградки будущего» и «Наш флаг» в космосе. Маршрут музея, созданного по поручению Александра Лукашенко. Уроки должны проводить педагогические работники, но тем не менее, опираясь, конечно же, на опыт экскурсоводов, работников музеев, для того, чтобы полноценно представить экспозицию, особенности и использовать полностью потенциал музея. Это позволит на новый качественный уровень вывести преподавание, особенно социально-гуманитарных дисциплин в наших учреждениях образования. Помимо этого, Академия образования разрабатывала и отрабатывала комплекс дисциплин от 1 по 11 класс по всем учебным дисциплинам и предметам в зависимости от специфики. То есть педагоги могут все, математики, географии, любого цикла, использовать потенциал данного проекта. Тема первого урока была заявлена, как «История завершается сегодня». Она не знает, если бы, да кабы. У всего есть корни. В этом году 105 лет, как образована БССР, 85, Восточная и Западная Беларусь вместе. И помнит 80 мирных лет народ-победитель. Это своеобразное продолжение уже действующего соглашения, в рамках которого каждую последнюю среду месяц со школьниками посещает бесплатно наши музеи. Действительно проведена очень такая масштабная, то есть очень детальная работа по определению тематик проведения открытых уроков в музейных учреждениях. Это не пробы и не ошибки, это просто поступательное движение вперед. И, в принципе, даже в рамках шестого школьного дня перед каждым учреждением образования, ну, наверное, стоит задача посещать не только музеи, но и театры, и кинотеатры. 23 февраля 2024 года дата станет памятной в отечественной педагогике. Закрепили на бумаге. Топ-чиновники, рожденные еще в Советском Союзе, ответили на все вопросы поколений. Миллениалов и зуммеров. В Беларуси сейчас почти 160 храмов муз. Руками не трогать, не дышите на шедевр правила, которые теперь учат в школе. Со временем такие уроки вне стен класса по разным предметам смогут занять целый учебный день. Особенно в универсальных краеведческих музеях давно доказано. Лучше всего запоминается то, что наглядно показано. Знаете ли вы что? Самая массовая награда современной Беларуси – Орден Матери. С 1996 года отмечены более 13 тысяч женщин. Я поведу тебя в музей. Уже не то, что было раньше. Непросто. Строка из хрестоматийного стихотворения Михалкова. Айсам Матяс Виталий Мутин. Наши новости. О погоде на выходные узнаем у Дмитрия Рябова. Добрый вечер, Дмитрий. Добрейшего. Погода в ближайшие дни – весна в феврале. В последние выходные месяца на улице мягко, влажно, тепло и ветрено. Средняя температура на 6-8 градусов выше нормы. Завтра погодные условия продолжат определять о малоактивные атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса с южных широт. В результате их влияния в Беларусь станут поступать разрозненные дождевые облака. Будет тепло, но ветрено. Итак, в субботу облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман и видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится. Утром от плюс трех по северо-востоку до семи в юго-западных районах. В результате повышенной влажности и ветра по ощущениям немного холоднее. Днем столбики термометров на отметках от трех тепла в Витебске до 12 в Бресте. К вечеру в диапазоне от плюс трех в северо-восточных районах до плюс десяти в юго-западных. В воскресенье погоду продолжит определять теплая влажная воздушная масса с юга Европы. Облачно с прояснениями. Во многих районах дожди различные интенсивности. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер южной четверти порывистый. Ночью плюс один, семь. Днем от четырех тепла по северо-востоку до тринадцати по юго-западу. В понедельник погода существенно не изменится. А вот со вторника и до конца февраля в большинстве районов будет спокойно, умеренно тепло. С войск облака станет выглядывать солнце и без существенных осадков. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Арябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.